МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нарушители покоя и сна. Как бороться с любителями громкой езды на улицах города, узнавали наши корреспонденты. Настоящим пловцам отсутствие условий не помеха. Необычный для аулов Дагестана чемпионат на воде прошел высоко в горах. Троих человек задержались за подготовку терактов в Махачкале. У юных террористов нашли подрывные устройства, которые они готовили для атаки на Свято-Успенский кафедральный собор, сообщают ряд федеральных СМИ. Двум парням по 18 лет, а третьему всего лишь 16. С апреля по июль они планировали взрывы, искали единомышленников и делали взрывчатки. На несостоявшихся боевиков завели уголовные дела по трем статьям. Им грозит пожизненное лишение свободы. Вырубку деревьев в Ильтавском лесу прокомментировали в мэрии города. Заместитель главы Махачкалы Тимур Голбацов встретился с представителями собственника земли, где ранее, согласно записям в соцсетях, расчищали место от зеленых насаждений и подготавливали ее к строительству. Выяснилось, что участок не имеет отношения к природному комплексу. Администрация столицы еще в 2016 году отправляла запрос Министерства природных ресурсов республики для уточнения границ. В ответе ведомства указано, что данная территория не является муниципальной собственностью. Нам дали предписание огородить данную территорию от муниципальной земли. И, соответственно, по этому иску мы ее огораживали. Данная территория не имеет отношения к Эльтавскому лесу, к природоохранной зоне. Она находится за ней. Она всего лишь не соседствует. Ни одно дерево мы здесь не вырвали, ни одно. Даже маленькие деревья, можете видеть, на месте сохранены. Территория была оброшена плюшем. Пожароопасная ситуация. Мы все почистили, убрали. Даже то, что почистили, пока еще не вывезли. Все здесь на месте находится. Слишком громкие автомобили на спецстоянку, а владельцу штраф. В Санкт-Петербурге начали массовую борьбу против машин и мотоциклов с ревущим двигателем. Сотрудники ГАИ приобрели приборы для оценки уровня шума и начали наказывать нарушителей. Будут ли перенимать практику северной столицы в Дагестане? И когда махачкалинцы смогут спать спокойно, узнавала Тамара Самедова. Рев машины и грохот мотоциклистов. В днем и ночи местные жители вынуждены терпеть шумных водителей. В крупных городах России уже вели жесткие меры к любителям громкой езды. А ждать ли дагестанцам ужесточение по этой части? А ужесточение – это единственный выход, считают местные жители. Многие из них жалуются на неспокойные улицы как в дневное, так и ночное время. Особенно тяжело приходится семьям с детьми. А летняя жара только усугубляет ситуацию, усиливая дискомфорт и раздражение. Относимся к водителям нехорошо, плохо, потому что они шумят сама ночью, да, и в каждом семье есть дети. И я считаю, что лучше ночью как бы не ехать, и тем более с шумом имеется в виду ехать. Именно какому, резкому, когда на газах ребята проезжают, очень неприятно бывает. Особенно, когда идешь с маленьким ребенком, он бывает пугается иногда поэтому. Да, шум от машины, от громких мотоциклов мешает людям, которые со второй смены, наверное, приходят или в ночную смену работают. Вот и днем, и ночью мешают, и маленьким детям спать не дают. Конечно, все это раздражает. Тем временем все федеральные списы общают. Санкт-Петербург стал первым регионом России, где начали массово наказывать громких водителей. Инфопоуд подхватили и дагестанские общественники. Якобы было бы хорошо принять такую практику и у нас. Однако, представители же власти отмечают, что северная столица напротив взяла пример со стороны гор. И такие рейды в регионе проводятся регулярно. И начиная с апреля месяца по статье 8.23, по нашим данным, привлечено ответственность около 200 водителей. Из них нарушение конструктивных особенностей транспортных средств зафиксировано в порядках 100 единиц транспорта. Рейды, возможно, и проводятся, но какова их эффективность – еще один вопрос, которым задаются местные жители. В 2023 году депутату Госдуму проблему рассматривали. И даже было предложено увеличить сумму штрафа в десятикратном размере. Законопроект рассмотрели, но финально пока еще не приняли. Народные избранники считают, что ожесточение по этой части – необходимая процедура. Это уровень такого, знаете, я бы сказал, наверное, толстолобости определенной, да, и наглости, чуванства. Поэтому в этой части надо, чтобы система общественной безопасности была максимально профессионально выстроена. То есть механизмы более-более жесткие. Выявление авто, значит, отобрать эту машину, поставить на штрафстоянку, лишить водительских прав, и, соответственно, отдать на экспертизу. Люди хотят тишины, спокойства и безопасности. Важно, чтобы все эти хамы за рулем были привлечены к ответственности. Страдают от громких автомобилистов и другие участники движения. Шумная и резкая езда зачастую создает аварийность на дорогах. А статистика по ДТП в регионе не самая лучшая. Дагестан, к сожалению, все еще остается антилидером по количеству аварий со смертельным исходом. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. В Махачкале прошел бесплатный мастер-класс по косоплетению. Провела его ведущая брейдер Дагестана Виктория Ахмедова. Участников ознакомили с различными техниками плетения натуральных волос, а также с добавлением ленты и кониколона. Кроме того, говорили и о секретах создания афрокосичек. Была очень приятно удивлена, что бесплатно можно получить такое количество знаний и такой интересный мастер-класс, что проходит. Слышала хвалебные отзывы от прошлых мастер-классов и решила попробовать. Второй бесплатный мастер-класс от Виктории Ахмедовой по женским и детским стрижкам пройдет 10 и 11 сентября. Участники смогут освоить техники каскада, каре и корейского стиля. Количество мест ограничено. В прошлом году на данном мероприятии мы обучили 60 человек. Так как был большой спрос и много желающих, в этом году набралось 90 человек. То есть мы обучаем 90 человек. И благодаря Центру поддержки предпринимательства мы можем делать эти курсы бесплатно. Так как то, чему я обучалась очень долго, платила огромные деньги, ездила в Москву, теперь я могу дать эти знания девочкам абсолютно бесплатно. То есть они доступны каждому. Отметим, что мероприятие организовано по инициативе Центра поддержки предпринимательства республики и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Жители села Тлядал Центинского района выразили благодарность Муфте Дагестана за просветительскую работу. Встреча состоялась в Доме духовного лидера республики. Среди гостей были тлядалинцы, проживающие в Грузии. В ходе беседы они отметили роль духовенства в деле облагораживания нравов населения, что чувствуется даже за пределами страны. Сегодня наши дети, я говорю, около 400 человек учатся. В том числе вон там в Грузии, которые делают около 40 мальчиков. Я давно видел себя с этим, там тоже обучаются. Все это ваши старания, ваши переживания за мусульман, за нас. Мы хотели бы чисто от всей души, от нашей журналисты, благодарность. И сказать слово поддержки. Мы, иншаллах, будем поддерживать, чем можем, чем наши ваши работники, которые очень много работают, которые призывают, когда мы работаем своим айшотделом, они нашими детьми занимаются. Сегодня в Дагестане нету, чтобы сказать нам, вот мы хотели вот так учиться, все доступно, все вот так на подносе есть. Ахамдуля, что у нас есть. И ахамдуля, что сегодня вы нас приняли, уделили нам внимание, огромные баркала. Пусть Аллах, долгих лет вам жизни, вашим работникам жизни, что долго могли, и в чем. И, иншаллах, мы тоже жамрят Адамский, будем, чем можем поддерживать. В свою очередь, шейх Ахмад Афанди обратился к собравшимся с наставлением. Он отметил важность просвещения и духовного развития в современном мире. Посетить меня, приходить ко мне, значит, к муфтияту вы уважительно относитесь. В последнее время, кто уважительно относится к муфтияту, это можно их героями называть. Нас обливают грязью. Но мы на эту особу не обращаем внимания, потому что мы знаем ветер, откуда дует. А посторонним людям, им это будет непонятно. А мы это знаем просто, мы не имеем права и высказываться, и принимать какие-то меры, потому что мы же люди верующие. А верующие, Саид Афанди тоже говорил об этом много, и в книгах так написано. То, что ты сам можешь делать, а дальше уповай на Всевышнего. Мы то, что могли, сделали, ответили, сказали, мы эти обвинения мы не признаем, мы не такие. Ну, дальше уже мы не можем. Поэтому мы это все оставляем на Всевышнего. Науку, раз моль, Коран, то есть написание священной книги, мусульман будет преподавать в Дагестане Мамун Аррави, известный в мире ученый Хафиз. Уроки будут посещать имамы Кизляра и Кизлярского района. Это редкая наука, которая в определенный момент не получив должного распространения, была забыта. Возрождение ее в нашей стране началось с Кизляре, где и готовят квалифицированных в этой области специалистов. С момента прибытия в эти благословенные земли я стараюсь уделять особое внимание обучению правильному написанию Корана. По моим наблюдениям, специалистов в этой области здесь не так много. Важно помнить, что все науки в исламе требуют изучения, и это не исключение. К сожалению, она не получает должного внимания, хотя даже малейшая ошибка в издании может иметь серьезные последствия. Поэтому я считаю своим долгом включать ее в свои уроки. Вместо современного бассейна – резервуар для пожарных, а вместо равнин – крутые горы. Жители села Каратахвахского района провели местный чемпионат по плаванию среди юношей и взрослых. За призовые места боролись почти 40 спортсменов от 10 до 35 лет. Посмотреть на яркие и необычные для аулов республики состязания пришли жители со всего района и соседних муниципалитетов. Такие соревнования каратинцы организовывают вот уже второй раз и обещают сделать их традиционными. По итогам турнира победители получили подарки и, конечно, заслуженные медали. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.